МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Наталья Пославская. Сегодня в программе. Учащиеся начальных классов первой школы находятся в инфекционном отделении. Программа обучения молодых мам в центре занятости населения. Азовские полицейские задержали подозреваемого в двух разбойных нападениях. 11 воспитанников первой школы сегодня поступили в инфекционное отделение городской больницы с подозрением на кишечную инфекцию. По информации главного врача ЦГБ Вадима Бритковского, детям в состоянии средней и легкой степени тяжести. Пока органами Роспотребнадзора ведется расследование, нельзя точно назвать источники инфекции. Нужно отметить, что горячие обеды и выпечку поставляют в школу одна из столовых города. Питание детей в первой школе временно прекращено. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут получить новую профессию или повысить квалификацию в Центре занятости населения. Обучение осуществляется бесплатно. Подробнее об этом в следующем репортаже. В Центре занятости населения города Азова в течение нескольких лет действует программа «Профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет». В 2012 году его внесли в Федеральный закон о занятости населения. «Кто может принять участие в этой программе? Это женщины, которые находятся в декретном отпуске и которые готовы приступить к своей трудовой деятельности в течение этого года, когда они заявили о том, что им нужно повышение либо переподготовка своих навыков и умений. Для того, чтобы воспользоваться этой программой, женщины обращаются в службу занятости, предоставляют паспорт, копию свидетельства о рождении ребеночка, с которым они находятся в декретном отпуске и любой подтверждающий документ о том, что они с такого-то предприятия ушли в декретный отпуск. То есть это может быть либо копия трудовой книжки, заверенная делом кадром, либо копия приказа». Обучение осуществляется поочной и вечерней формам. Есть курсы с элементами дистанционных занятий. «В этом году у нас было направлено и обучено 11 человек по таким учебным программам, как складской учет на предприятии, один из предприятия, один из бухгалтерия, кадровый менеджмент, очень востребовано в этом году было, аж 4 женщины у нас обучились. И медики – это сестринское отдело кардиологии и современные методы клинических исследований в лабораториях». Обучение может быть групповым и индивидуальным. Программа включает в себя теоретический курс и практические занятия. Подготовка проводится на учебной базе образовательных учреждений. «При прохождении обучения в другой местности, то есть либо у нас с села приезжают в Азов учиться, либо с Азова в Ростов, предоставляется компенсация за проезд к месту обучения. То есть выдается маршрутный лист, и женщина, которая ездит, обучается, она делает отметочку ежедневно и предоставляет билеты. По окончанию ей выплачивается компенсация». После прохождения курса выдаются свидетельства и сертификаты, подтверждающие повышение квалификации. «Здесь, если Евразийский и филиал ДГТУ выдают государственного образца, то специалисты выдают установленного образца свидетельства, так как они не государственное образовательное учреждение, но которое тоже приравнивается к гособразцу. А медики, конечно, получают сертификаты». Обучение молодых мам полностью оплачивает государство. На следующий год уже зарегистрировано 4 человека. Все желающие принять участие в программе по переподготовке могут отобратиться в Центр занятости населения. Алиса Слонько, Игорь Скуднов, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Реконструкция крепостных валов, о которой мы сообщали в одном из выпусков ранее, это начало большого проекта, реализация которого займет не один год. Так, помимо музея под открытым небом в районе Алексеевских ворот, в нашем городе может появиться еще один подобный объект на территории Азовской крепости. «Если говорить о развитии музейного дела в Азове, то это такой объект, где можно будет делать музей под открытым небом. То, что мы начали немножко на валах, это капля в море. А основная история Азова, Азака еще раньше, протекала вот именно здесь, в этих краях, в районе выше порта. Это история, связанная с Таной, связи Таной с Азаком, дальнейшие турецкие и русские дела. Так что вот здесь творилась, собственно, вся слава Азову». В нашу редакцию пришел ответ из Министерства культуры Ростовской области на запрос о дальнейшей судьбе памятного знака машино-тракторной станции. В письме говорится, что объект культурного наследия находится на территории компании «Беларусь-Юг-Сервис» на вполне законных основаниях. По вопросу о постановке памятника на постамент и организации к нему доступа пока ничего не сообщается. Закон об ограничении продажи алкогольных напитков приняли вчера донские депутаты. Как к новому закону относятся жители города, выяснили наши корреспонденты. Принят закон, по которому в праздничные дни, которые связаны с подростками или детьми, будет запрещена продажа алкогольной продукции. Как вы к этому относитесь? Очень хорошо отношусь. Давно пора это было сделать. А почему? Ну, потому что вот смотришь, молодежь любит погулять, выпить. А я считаю, что это неправильно. Если сделают, это будет очень даже хорошо. Поддерживаем. Ну, потому что это отрицательно сказывается на здоровье населения. Как вы к этому относитесь? Положительно, конечно. У меня же маленький ребенок. Ну как? Детки выходят гулять, уже подростки. Ну, возможно, будут хотеть выпить спиртного. Ну, считаю, что хорошо, что им будет запрещено. Я не пью, поэтому мне все равно. Нет, ну а на ваш взгляд, хорошо это или плохо? На мой взгляд, понимаешь, запреты никогда к хорошему не приводили. Вот. Если мы будем только с запретами, значит, принимать меры, то мы ничего не сделаем. Это жизненный опыт показывает давно. Про моей жизни уже дважды запрещали. А как пили, так и пили. Я сама не пью и никому не советую, девушка, чтобы никто не пил. Будет запрещена продажа алкоголя, то есть такие сухие дни можно назвать. Вот как вы к этому относитесь? Положительно. Почему? Положительно, чтобы когда вот эти праздники все, они побуждают иногда выпивать этих детей. Пиво хотя бы там, какие-то напитки. Однако, когда запретят, у них будет только чай и отдых в человеческих. Их идут больше спортом заниматься. Это мое мнение. Правильно сделано. Почему? Ну, как бы мы не пьем совершенно. У меня маленький ребенок. И когда какие-то праздники совершаются здесь, выходить гулять не хочется. Потому что к вечеру большинство, ну, даже связаться не хочется. У меня ребенок первоклассник. Я боюсь, когда найдется школа, чтобы никто к ней. Мало ли. Я согласна с этим законом. Это очень хорошее. Уже давно его надо принять. Мы же сами знаете, как идут последний звонок. И наши молодые дети идут, выпившие пиво у них там, и вино. Сотрудники уголовного розыска Азовского отдела полиции задержали по горячим следам 20-летнего жителя села Кулешовки, подозреваемого в совершении двух разбойных нападений на продавцов продуктовых магазинов. Первое нападение было совершено в круглосуточном мини-маркете, где грабитель забрал 10 тысяч рублей. Во втором магазине злоумышленнику оказали сопротивление. Продавец заметила, что пистолет не настоящий и оказал сопротивление грабителю, который был задержан спустя некоторое время. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». Наша редакция продолжает общественное обсуждение макета храма Успенской соборной церкви. Очередная встреча с жителями города состоялась вчера. Мы знаем о том, что в 2017 году наш город будет праздновать круглую дату 950-летия со дня основания города Азова. И восстановление Успенской соборной церкви в городе Азове было бы прекрасным подарком нашему любимому городу юбилея. У меня в руках книга «Храмы Москвы». Среди самых красивых и самых знаменитых храмов указан собор Василия Блаженного, то есть Покровский собор на Красной площади в Москве. Вот скажите, пожалуйста, вы бы сейчас могли себе представить Красную площадь без собора Василия Блаженного? А вот, согласно справке, этот храм в 1936 году хотели взорвать, только лишь потому, что он мешал автомобильному движению. Согласитесь, что Красная площадь выглядела бы очень сиротливо без собора Василия Блаженного. Вот точно так же сиротливо на сегодняшний день выглядит главная площадь города Азова. «Чтобы храм был на своем месте, как он и стоял, сколько-то до нас, наши были там дедушки, бабушки, а теперь, чтобы наши дети были, внуки, чтобы храм был восстановлен на своем месте. Я слышала от соседей, у нас бабушки живут, я даже там запись записала от нашего подъезда, у нас бабушка там старенькая, 90 лет, вот она помнит этот храм и рассказывала. И наш батюшка говорил, что был очень красивый храм». По просьбе отца Александра, по велению своего исторического долга, как кандидат исторических наук, по своему казачьему долгу, это мой воинский долг казачий, я как начальник штаба казачьего общества. Я вот сейчас воюю с такими темными силами, потому что надо, чтобы все было ясность. Поэтому, конечно, конечный результат, это будет, все-таки мы составим полную историю Успенского храма. Я вот, пользуясь случаем, обращаюсь к жителям всего Азова, может быть, внуки остались, может быть, кто-то, старики какие-то сегодня еще живы. Какие-то, может быть, есть фотографии, какие-то документы, какие-то воспоминания. Пожалуйста, давайте вот будем их собирать, вот приходите сюда, будем записывать, сканировать, все отдадим обратно. Соберем полную историю нашей православной жизни древнего Азова. Будьте добры, восстановите его. Восстановите. Почему нельзя восстановить этот храм? Это же хороший храм был какой-то. Вот поставят этот храм, преобразится в город, понимаете? Ведь место такое, сколько людей здесь. Все бы ходили в храмы. Ведь сейчас говорят, много храмов. В воскресенье в храм пройти невозможно. Невозможно. Столько много людей, столько молодых идет, столько деток несут, крестят. Ведь причащают, да. Ведь все же нужно всем уже, чтобы был доступ нормальный. Я только за то, чтобы восстановить. Ансамбль танца «Гуляй, россияне» отметили 17-летие большим концертом в городском дворце культуры. Репертуар коллектива «Народные танцы» находят отклик в сердцах зрителей. В стенах городского дворца культуры состоялся большой праздник для всех любителей современного фольклора. Свой 17-летний юбилей отмечал народный ансамбль «Гуляй, россияне» и 12-летний ансамбль детской школы искусств имени Сергея Прокофьева «Россияночка». Мы дарим людям эту зажигательную энергию, дарим свою радость, посвящаем свой концерт не только самым 17-летним, но и хорошим настроением. Эти два коллектива неслучайно выступают вместе. Их творчество настолько созвучно и дополняет друг друга, что стали они одной большой и дружной семьей. Мне очень нравится ансамбль «Гуляй, россияне». Это моя душа, мое сердце. Я этим живу, дышу и получаю массу удовольствия. Десять лет в этом коллективе. Да, сколько я больше. Сколько я себя помню. Я не помню себя вообще без танцев, без этого коллектива. Мы очень счастливы, что мы входим в состав этого супер коллектива, я считаю. Мы надеемся, что у вас станут все хорошие впечатления от нашего очередного сольного концерта. Популярность этих ансамблей давно переросла масштабы города. Они выступают с неизменным успехом и дома, и за рубежом. Поэтому зал был полон. Зрители, как всегда, были в восторге от профессионализма и самобытности этих коллективов. Мне очень приятно посещать каждый год концерты «Гуляй, россиян». Это мой самый любимый коллектив. Он совершенствуется, он не стоит на месте. Он молод, энергичен. И каждый год радует зрителя новыми, лучшими номерами. Спасибо им за их творчество. Дети наши ходят на танцы. Он нас руководит. А сегодня будет выступать. И мы пришли к нему, и очень мы. Праздничная программа продолжалась более двух часов. На сцене показали свое мастерство маститые танцоры и самые маленькие участники коллективов. Зажигательные танцевальные композиции чередовались с песнями. Репертуар ансамблей уникален своим художественным многообразием. Неповторимая манера исполнения, колоритные костюмы, танцы народов нашей многонациональной страны – вот главная изюминка творческих коллективов. Валентина Сираж, Людмила Улихина, Азов, Непрон. И это все новости на сегодня. Спонсоры прогноза погоды – магазин «Мясолюбово» с любовью к мясу. И диспетчерская служба «Патрон» бесплатный вызов такси – 8 800 3 7 10 10. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. Не упустите время выгодных предложений. Только в магазине «Мясолюбово». Свиная мякоть – 199 рублей за килограмм. Фарш свиноговяжий – 180 рублей за килограмм. Тушка куриная – 84 рубля за килограмм. В ассортименте – разделка индейки и домашней курицы. Полуфабрикаты – сыры и колбасы. Гастрономия – молочные продукты. Продукция проходит обязательный ветеринарный контроль. Ждем вас ежедневно по адресу улица Ленина, 81. Принимаем заявки от кафе и ресторанов. «Мясолюбово» с любовью к мясу. Диспетчерская служба «Патрон» – 8 800 3 7 10 10. Бесплатный вызов такси в автопарке только иномарки. Действует СМС-оповещение о прибытии – 8 800 3 7 10 10. «Патрон» – быстро и комфортно. СМС-оповещение о прибытии – 6 100 5 10 10 10 10. 31 октября ясно. Температура воздуха днем плюс 13 17, ночью плюс 8 плюс 11 градусов. Ветер северо-западный 2,4 м в секунду. Влажность воздуха 81%. Уровень воды в реке Дона 35 сантиметров выше нормы. Температура воды в реке плюс 10 градусов. Атмосферное давление 767 мм ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова